Я буду разговаривать сегодня о электрических, электромагнитных полях головного мозга. Зачем мы их меряем? Этот вопрос сегодня замечательно был поднят на лекции Александра Яковлевича, что мы тоже можем померить электромагнитные поля компьютера и не прийти ни к какому выводу. То есть зачем вы это тогда вообще измеряете? Может, это не несет никакой информации? Мне кажется, что это тот вопрос, который мы должны задавать себе в первую очередь, когда мы что-то измеряем. И последнее десятилетие – это была эпоха победного шествия методов функционально-магнитной резонансной томографии, которая рассказала нам очень много о том, какие области мозга активируются при каких задачках, насколько эта активация специфична для этих задачек, хотя и не так точно нам дан был ответ на этот вопрос. И надо сказать, что в результате, где-то в начале 2000-х годов возникла ситуация, которая для себя я обозначила ситуацией неврологической специфичности. Это теория, которая говорит о том, что разные области мозга отвечают за разные функции. И, собственно, что вам еще надо? Вот эта область активируется. Ну и хорошо, это значит, что мозг в данный момент выполняет эту функцию. Ситуация на самом деле практически неотличива от галевской френологии. И давайте разберемся, почему. Итак, если вы будете вместо болт-сигнала, то есть уровня концентрации оксигенированного кислорода в довольно локальном кусочке коры, это то, что измеряет fMRI. Если вместо притока оксигенированной крови вы будете мерить какие-то параметры электроэнцефалограммы и магнитной энцефалограммы, вы обнаружите странную вещь, что когда fMRI-исследователи говорят про neural activity, то есть некую нервную активность, иногда они еще используют довольно часто, кстати, термин «активация», то в нейронных исследованиях эта активация, вообще-то говоря, понимается совсем по-другому. Ну, например, если мы перейдем на уровень небольшой локальной нейронной популяции, то оказывается, что у нас есть несколько основных показателей. Например, средний уровень нейронных разрядов. То, что мы называем average firing rate. И этот средний уровень нейронных разрядов является классическим показателем активации нейрона. Но те же самые исследователи, которые мерят микроэлектродами эту нейронную активность, показывают нам, что помимо среднего уровня нейронных разрядов, некоторой небольшой популяции, существуют и так называемые потенциалы локального поля, то есть суммарные колебания возбудимости нейронных мембран в данной популяции. И это совсем другой показатель. Потому что, например, изменение суммарных потенциалов локального поля может не приводить к увеличению средней частоты нейронных разрядов, а может приводить. И на самом деле неплохо бы знать, чем вот эти суммарные потенциалы локального поля отличаются от активации, в смысле увеличения среднего уровня нейронных разрядов, если вы хотите их интерпретировать. Если вы перейдете на уровень неинвазивных индикаторов, сегодня Алексей об этом говорил, то вы обнаружите, что вам будут рассказывать про некие довольно туманные для вас альфа-ритмы, бета-ритмы, тета-ритмы, гамма-ритмы. Они увеличиваются по мощности, они уменьшаются по мощности. Они делают это, вообще-то говоря, иногда связано, иногда не связано друг с другом. Что это все значит? Мининг, смысл функциональный всего этого, он от нас ускользает. Мы можем, конечно, использовать эти параметры, только вопрос для чего. Исследования показывают, что, вообще-то говоря, все эти параметры могут корреспондировать с изменением болт-сигнала в fMRI, а могут вообще никак с ним не соотноситься. Дальше мы начинаем параметризовать. Если вы посмотрите на количество показателей, которые сегодня используют исследователи мозга человека при использовании ГМХ, вы обнаружите frequency coupling, phase amplitude coupling. Извините, я буду говорить по-английски, потому что по-русски нет аналогов этим словам. Мы используем английский язык для того, чтобы об этом говорить. Для чего вы это делаете? Почему, например, вы смотрите coupling или соотношение θ-гамма, альфа-гамма? Какой в этом смысл? Этим вопросом вы будете смеяться. Люди чаще всего не задаются. Давайте посмотрим на самый простой ответ вашего мозга на предъявление элементарного зрительного паттерна, черно-белой решетки. Знаете, как интересно, где изменяется болт-сигнал в fMRI? Вот эта область вашей коры – это примерно первичная зрительная кора. Эта область – это уже другие области. Сконцентрируемся на этом изменении сигнала в первичной зрительной коре. Я могу посмотреть, как изменяется магнитная энцефалограмма в этой области коры и увижу совершенно замечательную картину. Это время ответа, а это частота. И синий цвет – это уменьшение, красный цвет – это уменьшение, интенсивность кодируется интенсивностью цвета. Знаете, какая интересная вещь? В первую очередь с очень низкой латенцией, где-то 20-30 миллисекунд от подачи сигнала в первичной зрительной коре возникает активность, которую мы называем гамма-спайком. Вслед за этим частота снижается, и опять же в диапазоне гамма-ритмов – это 40 Гц, 50 Гц – у вас возникает длительное увеличение амплитуды тех самых гамма-осцилляций. Одновременно с этим в диапазоне частот, которые соответствуют альфа от части бета-ритму, вы видите уменьшение амплитуды этих осцилляций. То есть то, что вы называете активацией в fMRI, в МЭГе имеет огромное количество совершенно разных событий, которые характеризуют эту так называемую активацию. Кстати, для справки, с увеличением среднего уровня разряда нейронов, то есть собственно активации, коррелирует только интенсивность гамма-спайка. Интенсивность падения амплитуды альфа-осцилляции, интенсивность увеличения амплитуды гамма-осцилляций не имеет никакой корреляции со средним уровнем разряда нейронов, число нейронных спайков в секунду. В этой ситуации, мне кажется, любой разумный человек задаст себе тот самый вопрос, который замечательно прозвучал в «Олече в стране чудес». Ну и куда вы хотите, куда мне идти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти, а мне все равно, тогда тебе все равно, куда идти. Если ты не знаешь точно, чего тебе надо мерить, то тебе все равно, что ты измеряешь. Итак, первое из огромного вот этого количества процессов, которые создает нас мозг для того, чтобы проанализировать самый элементарный стимул. Задайте ведь себе вопрос, какой процесс вы хотите мерить. Второй вопрос, который неплохо было бы задать. Чувствительность вашего измерительного прибора в сравнении с истинной правдой. Вопрос, откуда вы узнаете эту истинную правду, мы сейчас его разберем. Но если ваш измерительный прибор не обладает достаточной чувствительностью, чтобы мерить тот процесс, о котором вы заботитесь и которым вы интересуетесь, забудьте о том, что вы можете получать разумные, как Александр Яковлевич нам сказал, данные. Это будут данные, конечно, в каком-то смысле, но это будут данные не про то, что вас интересует. Для того, чтобы хотя бы в принципе получить тот процесс, который вас интересует, задумайтесь об экспериментальной парадигме. Что такое экспериментальная парадигма? Поставьте мозг в те условия, где он активирует соответствующий процесс. Потому что если он этот процесс не активирует, вы его не сможете померить. В этом смысле я испугана движением нейронет и предложением, например, разработчиков этой замечательной программы создать 50 лабораторий по всей стране, измерять спонтанную энцефалограмму, искормить кучу людей, искормить этот набор данных алгоритмом дейта-майнинга. Зачем? Вопрос. В спонтанной энцефалограмме нет тех процессов, которые меня, например, интересуют. И зачем тогда искать в них структуру какую-то? Параметризация. Ой, извините. Параметризация. То есть определите те параметры, которые необходимы для того, чтобы характеризовать тот самый процесс, который вас интересует, если у вас достаточно чувствительный метод. То есть, если вы подумаете о том, что сейчас происходит, вся эта последовательность, а это жесткая последовательность, разумная, она перевернута с ног на голову. Мы начинаем с чего? С параметризации. Молодцы. Я не могу в этом кратком выступлении рассказать вам о всех этих параметрах, которые мы берем для ЭГМ и ЭМЭГа. Поэтому я сконцентрировалась на одном единственном. Это гамма-осцилляция. Я не буду касаться ни альфа, ни бета, ни тета, ничего. Гамма-осцилляция. Почему? По одной простой причине. Это самый простой тип активности мозга, который вы можете себе придумать. Почему? Гамма-осцилляция. Во-первых, это осцилляция. Это регулярное повышение и снижение суммарного трансмембранного потенциала огромного количества групп клеток, которые приближают либо удаляют популяцию от порога срабатывания, то есть от генерации потенциала действия, спайка. Во-вторых, эти осцилляции возникают в изолированном кусочке нервной ткани, если вы сумеете создать условия, а сейчас это умеет делать, создать условия, чтобы она переживала, то есть она жила. Что такое кусочек нервной ткани? Это нейронная сеть, состоящая из возбуждающих и тормозных нейронов. Всегда. В любой нейронной сети есть возбуждающие и тормозные нейроны. Если вы капните на эту нейронную сеть агонистом ацетилхолина, это основной возбуждающий модулятор, то в этом случае эта нейронная сеть через некоторое время, здесь каждое слово важно, примерно через 100 миллисекунд, а вовсе не сразу, не через 20 миллисекунд, начнет генерировать осцилляции, то есть ее возбудимость будет повышаться, понижаться, понижаться, повышаться, понижаться. Когда ее возбудимость будет повышаться, то она будет генерировать пачку спайков. В итоге в режиме генерации гамма-осцилляции средний уровень спайковой активности нейронной популяции может не увеличиться. Он останется таким же, что будет происходить. Будет происходить компрессия генерации спайков в очень узком временном окне. Больше ничего. Интересно, я хочу это подчеркнуть, что эта полоска нервной ткани не будет генерировать ни альфа, ни бета, ни тета. И это чрезвычайно важно, потому что это означает, что кора не является генератором этих более медленных осцилляций. Вам нужны подкорковые структуры и нужны знания о системных механизмах мозга, чтобы их исследовать. Здесь, в принципе, это не нужно. Вот полоска коры, гамма-осцилляция. Люди довольно давно начали говорить, что очень короткая длительность гамма-цикла, а это примерно 20 миллисекунд, соответственно, если у вас разряды нейронов возникают только на верхушке этого гамма-цикла, это еще более компрессионированное временное окно, делает этот гамма-цикл особенно выгодным для организации и кодирования сенсорной информации. Что эти люди имеют в виду? Давайте начнем сначала. Первое. Значит, основным звеном генерации альфа-осцилляции является очень узкий класс тормозных интернейронов, так называемые проблемумент-сенситивные тормозные нейроны. Это безумно интересные нейроны, которые, во-первых, оказывают очень быстрое торможение, потому что они образуют синапсы на теле возбуждающих клеток, они очень быстро сбрасывают возбуждение, которое, возможно, и породило их активацию. А во-вторых, они связаны друг с другом электрическими синапсами. Это значит, что возбуждение небольшой массы нейронов немедленно распространяется по всей тормозной сети. Что происходит? Они одновременно сбрасывают активацию большой группы, не связанных друг с другом пирамидных клеток. Если вы немножко подкрутите, а сейчас такие методы есть, возбудимых сетях тормозных нейронов, это приведет к колоссальным изменениям амплитуды и частоты гамма-осцилляции. Они основной игрок на этом поле в генерации гамма-осцилляции. О чем говорят нам нейронные исследования? Режим генерации гамма-осцилляции полностью изменяет нейронное взаимодействие как внутри популяции, так и между популяциями коры, которая генерирует синхронная гамма-осцилляция. В момент генерации гамма-осцилляции совокупный выход нейронной сети так называемого посыльщика, я не знаю, как сказать, сендера, извините, к популяции нейронной мишени, куда она посылает эту информацию о том, что она находится в возбужденном состоянии, тем самым вступая с ней в взаимодействие, становится чрезвычайно сильным. Все нейроны разряжаются одновременно. Соответственно, и влияние будет очень сильным. Если в это время популяция-приемник находится в таком же возбужденном состоянии, и гамма-циклы синхронизированы, то для нее это оптимальный момент принять это раздражение. Что происходит в итоге? В итоге, если у вас разные нейронные популяции синхронизированы общим гамма-ритмом, в этот момент они образуют распределенную сеть, функциональную. То есть, если каждая популяция имеет огромное количество связи с другими популяциями, другие популяции в этом сегрегированном нейронном ансамбле не участвуют. Конкретные экспериментальные данные мы объединить не обойдемся, которые показывают нам, насколько это значимо. Смотрите, первичная зрительная кора – очень интересное устройство вашего мозга, которое сильно напоминает фасеточный глаз насекомого. В каждом участке вашей первичной зрительной коры существуют колонки нейронов, которые реагируют именно и только на крохотную часть вашего внешнего зрительного мира. Эта крохотная часть называется рецептивным полем. У другой колонки рецептивное поле будет другое. Колонки, в принципе, когда они начинают отвечать на появление стимула в том или той или иной части зрительного пространства, не знают о том, что делает их сосед. Теперь давайте, как это сделано было в работе Грея и Приска, давайте проведем некую стимуляцию, один и тот же стимул, который будет двигаться, пересекая рецептивные поля нейронов через некоторое время, которые зависят от скорости движения стимулов, которые, вообще говоря, друг с другом не связаны. Что будет происходить? Ну, сначала одна нейронная популяция, потом другая нейронная популяция с некоторым сдвигом будет отвечать спайковой активностью, которая будет характеризоваться каким-то средним уровнем генерации спайков. Если вы посмотрите не на сам средний уровень генерации спайков, а посмотрите на потенциал локального поля, и вы увидите, что в этой популяции через 100 миллисекунд, в первой популяции границы рецептивного поля, который пересек стимул, формируется гамма-осцилляция. Те же самые гамма-осцилляции через 100 миллисекунд формируются в другой популяции. Если вы посмотрите, это автокоррелограммы. Если вы посмотрите на кросс-коррелограммы, вы увидите, что две эти популяции синхронизировали свою активность. Они синхронизировали свою активность. Это означает, что они схватили вот это то, что это один и тот же объект, который двигается с какой-то скоростью через их рецептивные поля. Конечно, они для этого нуждаются в каком-то сигнале, некого детектора, который заметил это совпадение, потому что сами популяции первичной зрительной коры заметить это совпадение не могут. Интересно, что если вы увеличите скорость движения зрительного стимула, то в этом случае частота разрядов, частота, извините, гамма-осцилляции будет увеличиваться. Что это значит? Чем быстрее движется стимул, тем быстрее взаимодействуют эти нейронные популяции, которые отслеживают его движение. Здесь совершенно точная заместимость скорости движения стимула от частоты гамма-осцилляции. А еще более интересные эксперименты, которые показывают, что если у вас два стимула движутся в разных частях, левой и правой вашего зрительного поля, мы доподлинно знаем, что эти части на уровне первичной зрительной коры не связаны синаптическими связями, то в этом случае у вас между двумя этими одновременно движущимися частями объекта будут устанавливаться в активности популяции синхронные гамма-осцилляции, они будут больше в том случае, если у вас эти две части объекта, скажем так, движутся на непрерывном поле. Если поле прерывистое, фон, на котором они движутся, то синхронизация гамма-осцилляции будет меньше. То есть это будет означать, что, возможно, это какая-то часть одной структуры, а это какая-то часть другой структуры. Откуда популяции на уровне первичной зрительной коры могут это знать? Ответ – неоткуда. Они должны получить управляющий сигнал от следующего слоя, который и будет управлять их синхронностью. То есть фактически создавать нейронный код движущегося объекта уже на уровне первичной зрительной коры. Огромное количество данных накоплено на настоящий момент. Самое интересное, что эти данные доказали каузальную роль гамма-осцилляции в нашем восприятии, я имею в виду млекопитающих, а не человека, поскольку мы тоже млекопитающие, я могу сказать «мы». в нашем восприятии и других психических функциях. Если вы измените гамма-осцилляции методом оптогенетики, вы измените перцепцию животного. Это не просто коррелят каких-то психических функций. Это основа мозговой активности, которая лежит в основе этих психических функций. Отсюда возникла гипотеза, она сейчас чрезвычайно популярна, к сожалению, не имея возможности вам об этом рассказывать, гипотеза, которая отделяет фичер-байндингов от темпорал-байндингов. Что такое фичер-байндинг? Вам только что привели пример на первой лекции. Есть нейрон Мерлин-Монро, есть нейрон бабушки, есть нейрон еще там кого-то. Что это такое? Нейронная популяция отвечает специфической активностью, но появление какого-то зрительного объекта. Замечательно. А если вы не знаете, что это Мерлин-Монро, вот такие соединения активности нейронной популяции по совокупности черт могут возникнуть только для хорошо знакомого объекта. Тем не менее, даже если объект плохо знаком, вы знаете, что это целостный объект. Откуда ваш мозг про это знает? И тут возникает совершенно другая гипотеза. Нейронные популяции связываются по синхронии возникновения. Чего? По синхронии возникновения гамма-активности, гамма-осцилляции в их активности. Так называемые темпорал-байндинг-гипотезы. Окей, это чрезвычайно интересно. Какое это отношение имеет к неинвазивным измерениям? Мы что, можем мерить эти гамма-осцилляции в ЭГ и МЭГе, создавая определенные экспериментальные ситуации? Хотелось бы в это верить. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Что за грехи? Все эти успехи на уровне интракраниальных, инвазивных исследований породили народное отчаяние, которое направлено на то, что мы можем мерить гамма-осцилляции в ЭГ. Интересно, что в 2007 году вышла статья, где исследователи ввели мышечный парализатор самим себе и посмотрели, как обстоят дела с высокочастотной активностью в их энцефалограмме после того, как активность мышц, которые, вообще-то говоря, делят с гамма-осцилляциями, частотный диапазон, была блокирована. Смотрите, как интересно. Это спектр. Ситуация А до введения у человека парализатора. Ситуация Б – это после того, как человеку был ввезен парализатор. Смотрите, что происходит. Начиная с 20 Гц спектральная мощность компонентов энцефалограммы упала. Простой вывод. Она была создана чем? Мышцами. Никакого отношения к мозговой активности она и не имела. Кстати, заметьте, что мышцы, группы мышц, находятся прямо непосредственно под отводящими электродами ЭГ и МЭГ. Акцепиталис, темпоралис, фронталис. Большинство успехов в брейн-компьютер-интерфейсе, я не имею в виду работы Александра Яковлевича, который является грамотным и, безусловно, выдающимся физиологом, но я имею те работы, которые сейчас прошли перед моими глазами в нейронете. Люди регистрируют активность мышц, поскольку она меняется при умственной деятельности, она меняется при моторном напряжении. Даже если вы подумаете, что вы хотите двинуть рукой, мышцы у вас напрягутся, в том числе, кстати, мышцы головы. Они мерят мышечную активность сухими электродами, которые вообще не мерят мозговой сигнал, и с помощью этой мышечной активности управляют интерфейсом. Файн, замечательно, отличные результаты. Вопрос, зачем вы на это называете брейн-компьютер-интерфейс? Они мне говорят, ну, потому что мышцами-то управляет мозг, правильно, а мышцами моей руки кто управляет? Может, не мозг? Зачем тогда шило на мыло менять? Я руками прекрасно справлюсь. Самое интересное в этом деле заключается в том, что именно мышечная активность разделяла ситуации с повышенным уровнем когнитивного напряжения у человека и пониженным уровнем когнитивного напряжения у человека. И статья, которая вышла, она утверждает, что вот эта мышечная активность мышц головы, она полностью маскирует собственные мозговые гамма-осцилляции. Хуже того, она может быть неправильно интерпретирована как гамма-осцилляция, которая модулируется стимулом. И третье, еще хуже того, может, там и есть гамма-осцилляции. Да мы про них не знаем ничего. Второй отрезвляющий момент пришел из исследований так называемого перцептивного связывания. Это перцептивное связывание, это очень интересный феномен. Когда вы видите некую иллюзию, вот, может быть, вы ее видите, может быть, нет, я вижу белый треугольник, выступающий чуть вперед, перед вот этими черными, пэкменами они называются. Так вот, оказывается, что каким-то образом ваш мозг связал несвязываемое. Вроде в реальности здесь границы между пэкменами, никакой границы нет. Ваш мозг достроил образ. Вопрос, что, естественно, предположить, может, это достраивание как-то связано с гамма-осцилляциями. Такая работа вышла в 2000 году, очень известная французская исследовательница Талон Бадри, которая показала, что, вот видите, она таким прямоугольничком обвела, что именно в ответ на этот самый иллюзорный треугольник в мозге, в затылочной коре возникает гамма-осцилляция частотой примерно 50 Гц, а они очень коротенькие. Ну и дальше огромное количество спекуляций на эту тему. В 2008 году, через 8 лет, выходит работа израильского исследователя Ювалия Гринберга, который показывает, что те гамма-осцилляции, которые заметила Тарол Талон Бадри в затылочной коре, они были порождением так называемого пресокодического спайка, маленького мышечного спайка, который предшествует нашим сакадам. Опять очень интересный месседж, очень интересное послание. Ваши движения глаз реагируют на иллюзорный объект. Они на него реагируют иначе, чем на объект неиллюзорный. По-моему, замечательно само по себе. Какое-то имеет отношение к нейронным механизмам, наверное, опосредованно имеет прямого отношения к гипотезе гамма-осцилляции как механизме временного связывания, никакого. И что мы должны делать в этом случае? Мы должны воспользоваться презумпцией виновности наших измерений. Что означает презумпция виновности? Сначала верифицируйте сенситивность ваших измерений, используя истинную правду. Что такое истинная правда? Инвазивное измерение. Второе. Контролируйте замышечные артефакты, околомоторные феномены. Вам необходимы измерения, вообще говоря, всего того, что сопровождает нашу психическую деятельность. Иначе вы можете размахивать руками в воздухе сколько угодно. Естественно, что эта синхронизация должна варьировать разумно по вашим экспериментальным ситуациям. Но, извините, это не может быть единственным критерием. Мы уже тоже узнали, к счастью, что и мышечная активность тоже очень разумно варьирует по нашим экспериментальным ситуациям. Ну и, наконец, если вы видите, что высокочастотный спектр весь загружен очень сильной спектральной мощностью, это на 100% означает, что это никакая не гамма-осцилляция, а это мышечная активность. Хорошо. Давайте обратимся вот к той самой истинной правде. Для того, чтобы посмотреть на истинную правду, я воспользовалась, когда я получила в свои руки магнитоэнцефалографическое устройство, к нам стали приходить пациенты с так называемой фармакорезистентной эпилепсией. Это тяжелейшее состояние, когда у пациента возникает множество приступов в день, и лекарство ему не помогает. В этом случае зачастую единственным способом лечения становится резекция эпилептогенной зоны. Что такое эпилептогенная зона? Это та зона, которая генерирует приступ. Это удивительно, но если вы ее уничтожите, если вы ее хирургическим путем уничтожите, то у человека прекратится приступ. И мы работаем с тутом Бурденко, с замечательным совершенно, наверное, хирургом, Армен Григорьевичем Меликяном, и большинство наших пациентов – дети. Интересно, что после успешной резекции эти действительно приступы прекратились у ребенка, то после этого начинается чрезвычайно успешное и когнитивное развитие. То есть клинический исход операции – это не только исчезновение приступов, но это и мощный толчок почему-то сдерживаемому приступы когнитивного развития. Но это отдельный совершенно вопрос. Значит, для меня, для нашей группы это еще и была возможность, поскольку у всех этих детей первое. После того, как мы осуществили МЭК-навигацию, то есть сказали, где предполагаемое начало эпилептогенной зоны, им кладут решетки, делают репанацию черепа, кладут решетки, и мы можем сравнить наши неинвазивные данные с инвазивными – это первое. И второе – если мы правильно определили эпилептогенную зону, то в этом случае после резекции приступы должны прекратиться. И это второй критерий той самой истинной правды. Я воспользовалась тем, что согласно животным данным зона инициации приступов, эпилептогенная зона, начинает генерировать ту самую высокочастотную гамма-активность. Не под влиянием никакого мыслительного процесса, не под влиянием обработки внешнего сенсорного сигнала. Это колебания возбудимости тех самых тормозных клеток. Эта зона выходит в состояние чрезвычайного возбуждения, на фоне которой она генерирует гамма-активность. Интересно, что эта генерация сопровождается той самой знаменитой эпилептической аурой, очень специфическими психическими феноменами, которые предшествуют моторной судороге. Это и означает, что гамма-активность имеет непосредственное отношение к нашей психической жизни. Давайте посмотрим. Первое, на что я обратила внимание, вот смотрите, это синхронная регистрация ЭЭГ. Здесь, к сожалению, не видно. И не все видно. Это одновременная регистрация МЭК. Что называется, почувствуйте разницу. ЭЭГ в принципе не чувствительна к высокочастотным активностям. Видите, это спайки знаменитые эпилептические. Если кто видит, здесь помимо спайков есть еще очень высокочастотные колебания. Но не видит их ЭЭГ. У нее недостаточная чувствительность. Давайте посмотрим, что происходит с человеком перед началом приступа. Это какая-то фантастика. Видите, нарастает вот эта вот щетка такая. Это нарастание высокочастотной активности. Дальше, смотрите, она снижает частоту. И после этого уже она переходит в моторный приступ. Если мы посмотрим внимательно под микроскопом, вот сюда, вы увидите, что сначала генерируется высокочастотная активность более высокой частотой, где-то около 60-70 Гц. И потом частота активности начинает спадать. Это где-то в бета-диапазоне 16-25 Гц. Это идеально корреспондирует со всеми животными данными. Чем больше нейронных популяций вовлечено в генерацию синхронную, тем ниже частота. Теперь посмотрите, пользуясь тем самым депольным моделированием, мы можем посмотреть, где находятся в мозге источники виновника неприятностей. Эпилептогенные зоны, она здесь обозначена красной точкой. И находятся ровно в области первичной зрительной коры, так называемая впорная борозда. Интересно, что этого пациента в момент предшествующей моторному приступу он видит фосфены, вспышки, света, которые всегда возникают, если вы электрической стимуляции стимулируете первичную зрительную кору. А вот эта более низкочастотная бета-активность, она находится хотя и в той же доле мозга, но, видите, явно подальше, более выходя на латеральную поверхность. А всегда так бывает? Нет, не всегда. Вот смотрите, какая интересная вещь. Значит, это приступ у нашего пациента, у которого на ЭЭГ зона инициации приступа была определена вот здесь. Посмотрите на меня, это где-то примерно в области моей макушки по возникновению бета-активности перед приступом. Что мы заметили? Вот она, бета-активность в МЭГе. Если мы посмотрим период времени перед приступом, непосредственно предшествующий возникновению бета-активности, вы увидите, что в ряде сенсоров возникает вспышка очень высокочастотной активности. Так называемая гамма, та же самая высокочастотная гамма. Мы локализовали эту высокочастотную активность. Вот здесь с зеленым кружочком показывано, там, где в мозге пациента по неинвазивным данным локализовалось начало этой активности. Ой, извините, это не мы. Зеленая – это та самая однофотонная эмиссионная спектрография. МЭГ-данные – это желтые кружочки. А решетка показала ту же самую высокочастотную активность. Это инвазивные данные в непосредственной близости к тому месту, которое показал МЭГ. Этот пациент был прооперирован, и он свободен от приступов, так же, как и предыдущий пациент. Эй, а где моя картинка? Окей, обойдемся без картинки. Значит, я как раз перед тем, как делать этот доклад, я посмотрела, сколько пациентов. 111 пациентов детей в основном прошло через наши руки. 41 пациент фармакорезистентной эпилепсии прооперирован после определения локализации эпилептогенной зоны с помощью МЭГ. 25 пациентов, у которых по результатам стандартных методов ЭГЭ, ФМРА и ТРАТАТА, можно было предположить ли в примерное с точностью до двух долей расположения эпилептогенной зоны до МЭГа. 10 пациентов, у которых вообще ничего нельзя было сказать, и 6 пациентов с паспторным хирургическим лечением, где все методы давали ложные результаты, кроме МЭГа. Интересно, что исходы этих операций, удачные исходы, примерно 70%, то же самое, что для пациентов, у которых была определена очень легкий случай, когда только одна эпилептогенная зона, и она выдает приступы. Это означает, что вот этот способ определения по гамма-активности дал хорошие результаты. Здесь мы знали ground truth, здесь мы знали истинную правду. Похоже, что МЭГ может отслеживать, у нее достаточная сенситивность, чтобы отслеживать гамма-активность. Вопрос у меня к аудитории, я его давно задаю. Для того, чтобы поймать активность эпилептогенной зоны, что я сделаю? Я часами сижу и жду, пока у пациента возникнет приступ в МЭГе. Кстати, в мире этим практически не занимаются. Люди еще не осознали важность функционального состояния перед приступом для детекции активности эпилептогенной зоны. Могу я любыми методами, хоть теми, о которых рассказал Алексей, могу я увидеть ее активность в межприступный период? Вот чтобы пациент ко мне пришел, я 15 минут прописала его межприступную активность и не ждала наступления приступа. Надо вам сказать, что сколько специалисты в области анализа данных не пропортует в благополучных результатах, никто этим не пользуется. Никто по интерактальной активности не скажет вам, где зона инициации приступов. Пожалуйста, это огромный материал, 41 пациент прооперирован, 41 человек, у которого вы знаете, ту самую ground truth. Я приглашаю вас, покажите мне в активности эпилептогенной сети, она формируется, и она работает в межприступном периоде. Где находится та самая зона инициации приступов? У меня, наверное, осталось не так много времени. 5 минут, я возьму 10. Хочу головой качать. Честно? Но нас-то волнует не этот вопрос. Нам вас волнует совсем другой вопрос. А может нам… Окей, у вас есть физиологическое значение вашей гамма-осцилляции. Вы, наверное, можете сконструировать какой-то интересный эксперимент, который покажет нам значение этих гамма-осцилляций для нашей психической жизни. В конце концов, нас именно это волнует. И здесь мы, конечно, круто поступили. Мы взяли одно из очень интересных свойств нашей психической жизни. Вот я двинула рукой, я точно знаю, что это я ее двинул. Что это часть моего собственного тела, которое пришло в движение. Вот это очень важный психологический процесс, который происходит в вашем мозге и который отождествляет ваше тело, как ваше тело. Если вы думаете, что это само собой происходит, да и нет. Нарушение работы определенных зон мозга приводит к тому, что у вас это называется alien-хэм-феноменом. То есть у вас, например, пациент просыпается среди ночи и считает, что рядом с ним лежит мертвая рука. Он не отождествляет свою собственную руку с частью своего собственного тела. За этим лежит активность мозговых структур. Можем мы ее померить с помощью нашего мега-замечательного и гамма-активности. Мы решили воспользоваться очень известной экспериментальной ситуацией, которая называется феномен зеркальной руки. Она сама по себе интересна. Она была открыта замечательным совершенно нейробиологом и неврологом Ромачандрой американским, который показал, что если человек видит отражение своей собственной движущейся руки в зеркале, видите, его собственная рука находится за зеркалом, то у него возникает очень странное чувство, что вот та самая зеркальная рука, помните, реальная рука не движется, та самая зеркальная рука на самом деле движется. И движет ей он сам. Каким-то образом, с помощью вот этой зеркальной иллюзии, мы обманываем мозг, видимо, пользуясь его собственными механизмами для опознания движений, как принадлежащих вашему собственному телу. Интересно, что этот феномен иллюзии зеркальной руки использован был Ромачандрой для того, чтобы убрать фантомные боли у пациентов с ампутацией одной из конечностей. Оказывается, если просто сажать его перед зеркалом таким образом и заставлять двигать непопрежденной рукой, то через некоторое время фантомные боли в той руке, которой нет, их же не снять ничем, они пропадают. Вот такой замечательный феномен. Значит, было очень много исследований этого феномена, которые, на самом деле, извините, ни к чему не привели. То есть непонятно, что происходит с мозгом, когда он воспринимает движение вот этой руки как своей собственной. Значит, мы решили исследовать гамма-осцилляции в моторной системе. Почему мы решили такое сделать? Значит, потому что были предшествующие исследования, которые показали, что если, например, ваша рука движется вами самими, как вы хотите, то в этом случае в моторной коре возникают гамма-осцилляции и инвазивно, и с помощью мега-померенные. И если какое-то устройство будет двигать вашей рукой, то гамма-осцилляции в вашей моторной коре не будет возникать. Все остальное будет. Моторная кора будет активироваться, вызванные потенциалы, вы сможете померить на это не ваше движение. Но почерком моторной коры, которая отличает в ней ваше собственное движение от невашего собственного, является возникновение гамма-осцилляции. Моя идея была такая. А не может такого быть, что, смотрите, ваш мозг отдает приказ к осуществлению движения. Этот приказ формируется во фронтальной коре. Он здесь. Моторная кора здесь. Значит, этот приказ переходит на мышцы, и как только мышцы начинают двигаться, они же начинают очень быстро двигаться, там окно-то 20-30 миллисекунд после приказа. Как только мышцы начинают двигаться, возникает сигнал обратной связи, который приходит, куда бы вы думали, в ту же самую сенсомоторную кору. Если приказ к исполнению движения создает гамма-осцилляции в сенсомоторной коре, и одновременно приходящее возбуждение, обратная связь от мышц синхронизировано с этими гамма-осцилляциями, то только в этом случае мозг решает. Это мое собственное движение, то самое, которое я сам инициировал, а не то, которое какой-то механизм значит, снаружи для меня сделал. Окей. Значит, и то. Итого. Единственная вещь, которую еще надо знать, это то, что когда вы движете вашей левой рукой, то этим управляет ваша правая сенсомоторная кора, контрлатерально мы говорим. Если вы движете правой рукой, то этим движением управляет ваша левая сенсомоторная кора. Мы навесили акселерометры, датчики и посмотрели, я буду пользоваться все время этой терминологией, это билатеральное движение левой руки. Что значит билатеральное движение? Мы попросили наших испытуемых двигать одновременно пальцами двух рук. Естественно, что в трех ситуациях. Первая ситуация – это билатеральное движение, которое я вам описала. Но у Миррор – это человек движет только правой рукой, левой не движет, и нет никакого зеркала, и человек движет правой рукой, левой не движет, и зеркала нет. Вот, собственно, три экспериментальных ситуации, которые здесь называются билатеральные. Нет зеркала и с зеркалом. Ну, здесь довольно очевидно. Вы записываете сигнал с левой руки, и рука движется только в том случае, если вы движете левой рукой. Если левая рука не движется, то стоит там зеркало или не стоит, сигнала на акселерометре нет. Когда мы увеличили сигнал акселерометра, вообще люди себя дурят страшно. Это очень сильное увеличение. Вы знаете, что мы увидели? На самом деле, когда человек движет правой рукой, смотрит он на отражение этой руки в зеркало или не смотрит, у него слегка, это никому не видно, внешнему наблюдателю, движется и лековая рука. Этот феномен, он хорошо известен, но не психологам. Называется синкинезиями. На самом деле, когда мозг отдает комарную движение, он отдает ее билатеральной, а потом специальные механизмы давят движение в той конечности, которая вам не нужно двигать. Окей, это означает, что вообще-то говоря, нам надо быть чрезвычайно осторожным. Дальше мы посмотрели на при движении при билатеральных движениях, при движении правой руки без зеркала и при движении правой руки с зеркалом. Что творится с так называемыми вызванными ответами? Вот это ваша санциматорная кора. В вашей санциматорной коре. Ну, понятно, что творится. Если у вас контрлатеральном правом полушарии контрлатеральное, правая полушария, левая рука, извините, двигалась, правая рука двигалась, если это билатеральное движение, то есть движется не только правая, но и левая рука, то у вас есть вызванных ответ. А если у вас, вот эти две ситуации, видите, у вас что с зеркалом, что без зеркала, если у вас движется только правая рука, ответ в контрлатеральном, в псилатеральном правом полушарии практически отсутствует. Ну, никакой разницы между зеркальными и незеркальными движениями. Теперь посмотрите сюда. Значит, на это можно не обращать внимания. Вот смотрите, единственное, что посмотрите. Вот эта тета-активность, она максимально увеличивается в санцомоторной коре. Бета-гамма падает в той же самой санцомоторной коре. И, извините, альфа-бета. И гамма-активность увеличивается тоже в санцомоторной коре для зеркальных движений. Если вы посмотрите сюда, это статистика со всеми поправками. Это билатеральные движения. Значит, естественно, что увеличение гамма гораздо более локально. Это огибающее этого увеличения. То, на что я хочу обратить ваше внимание, это синяя и зеленая линия. Синяя – это ипсилатеральное полушарие, то есть, которое не отвечает на движение правой руки. Правое же полушарие в ситуации, когда мы поставили зеркало, и в ситуации, когда зеркала нет. Смотрите. Тета-активность никакого различия, подъем альфа-активности никакого различия. Смотрите сюда. 55-85 Гц. Я никогда в жизни не думала, что я вот эту низкоамплитудную, высокочастотную активность смогу регистрировать неинвазивно. Это реальное движение левой руки. А в других ситуациях никакого реального движения нет. Человек видит обратную связь от команды движения в зеркале. Синяя линия, и он не видит в зеркале обратной связи от выполнения движения. Зеленая линия. Это статистика. Что это все означает? Это означает, что действительно, если у вас приказ к осуществлению команды движения по времени точно совпадает с обратной связью, мы привыкли, что это обратная связь от движущихся мышц. Оказывается, нет. Это может быть зрительная обратная связь от движущейся конечности. Причем как бы иллюзорная. От конечности вашей же собственной, но движущейся в зеркале. В этом случае она действительно провоцирует гамма-ассоцилляции в сенсорной коре. Теперь, когда мы посмотрели на топик у этих гамма-ассоцилляций, топик был совершенно потрясающий. Это первичная моторная кора, первичная сенсорная кора. А это вообще не первичные коры. Это добавочная так называемая моторная область, ассоциативная моторная кора. Которая, кстати говоря, связана к отдаче команды и движению. А это очень интересная ассоциативная зона мозга, так называемая мультисенсорная. В которой приходят сенсорные каналы любых модальностей. Чьи тебе проприоцептивное движение, слуховой тоже приходит, зрительный. И дальше она передает этот сигнал в сенсомоторную кору. Значит, похоже, что тот же самый вопрос. Работает некая сеть, в первом моем примере эпилептогенная, а в этом случае реальная мозговая сеть, которая занимается детекцией неслучайных совпадений. Вот кто бы нам помог с помощью хоть какого метода анализа выявить синхронизацию работы этой сети? Я думаю, что это было бы очень существенным шагом вперед. Это я пропускаю. Благодарю вас за внимание. И то, что американцы называют take-home message. Значит, смотрите. Давайте все-таки искать. Я не знаю, называйте это данными, называйте это фактами. Давайте искать что-то существенное. Ведь наш мозг так устроен, мозг человеческих существ. Мы за всем ищем смысл. Давайте его искать. Ну и избегайте лжесвидетельств. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас есть время для, наверное, одного вопроса. А, то есть я оставила время. Микрофон вам. Да, давайте микрофон сюда. Очень настойчивый вопрос, поэтому вы его задаете. Спасибо большое за очень интересный доклад. Я смею предположить, что целью любого изучения является построение модели изучаемого объекта. Для того, чтобы потом его прототипировать, использовать и так далее. Вот в первых двух параграфах вашего доклада была очень интересная мысль, очень интересный рассказ про гамма-частоты возникающие. И в связи с этим вот какой вопрос. В каждой науке в процессе изучения возникают некие нотации, в рамках которых происходит анализ. Грубо говоря, язык. Такие примитивы, которыми изучатели, исследователи пользуются. И может быть мне показалось, а может быть это уже существует. Но вот то, о чем вы рассказывали, оно очень похоже на то, чем занимаются радиотехники. Далее схема техники и так далее. Написаны огромные книги, например, по терцу, по тереоэлектрорадиоцепей, по тереоэлектромагнитного поля и так далее. Если мы сущностно посмотрим на те объекты, которыми вы исследуете, они по сути являются усилителями сигнала, концентраторами сигнала, распределителями аналогового сигнала на какие-то цифровые регистры и так далее. В связи с этим вопрос. Может быть это существует, а может быть этим стоит воспользоваться. Не стоит ли описать, например, то, о чем вы рассказывали про гамма-частот в терминах, например, того же радиосистемы техники. И тогда мы сущностно получим описание. А дальше мы уже можем, зная о элементарных свойствах вещей, которыми мы моделировали тот или иной объект, дальше мы уже можем агрегировать, расширять схему и так далее. И обратный процесс. Если мы найдем в мозгу или в оследуемом объекте что-то интересное и разложим на незнакомые нам квадратики, мы потом это сможем воспроизвести, например, при проектировании тех же процессоров или каких-то других технических свойств. Спасибо большое за вопрос. Вот я здесь за этим. Я хочу, чтобы срезонировала та информация, которую я вам пыталась донести, и те знания, которые существуют у вас. Я не физик, не инженер. Я пользуюсь методами чужих наук для того, чтобы исследовать мозг. Если вы хотите этим заниматься, у вас должна быть профессиональная специализация в другой области. Отсюда возникают междисциплинарные исследования. Именно к ним я вас и приглашаю. Спасибо. Спасибо большое. Если еще есть вопросы, пожалуйста, после мероприятия, уже буквально скоро мы переместимся в кулары. Татьяна Александровна, спасибо.